Движемся далее по информационной повестке. Более тысячи операций по добровольной сдаче в плен россиян на стадии завершения. Об этом сообщают в государственном проекте «Хочу жить». По данным специалистов, сайт проекта посетили уже около 48 миллионов пользователей. И почти все с территории России. Всего в «Хочу жить» обратилось более 26 тысяч россиян, которые заявили, что не желают воевать против Украины. 216 военных Российской Федерации сдались в плен в рамках проекта. Обращаются как солдаты, так и офицеры. Количество российских военных, которые добровольно сдались в плен, значительно больше, чем озвучивается публично. Об этом рассказал представитель главного управления разведки и Минобороны Андрей Юсов. По его словам, некоторые россияне, которые сдались в украинский плен, перешли на сторону вооруженных сил Украины и отказались от российского гражданства. Таким образом, они демонстрируют свое несогласие с кремлевским режимом, так отметил Юсов. Те, кто добровольно перешли на сторону Украины, это свободные граждане, которые сделали добровольный выбор абсолютно свободного человека. Сегодня часть таких россиян, уже бывшие россияне, отказавшиеся от российского паспорта, воюют в составе подразделений, которые вместе с силами безопасности и обороны Украины зачищают нашу землю от российских захватчиков. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины. Украина в обращении с военнопленными гарантирует полное соблюдение Женевской конвенции. Трехразовое питание, медицинское обслуживание, возможность регулярной связи с родными. Те, кто принял решение добровольно сдаться в украинский плен, могут круглосуточно получить всю необходимую информацию, позвонив по телефону или связаться с государственным проектом «Хочу жить» через Телеграм-бот. Подробную информацию о телефоне вы можете прямо сейчас видеть на своих экранах. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Вуданом уговорил 19 россиян сдаться в плен во время одной из операций спецслужб. Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения «Артан» Александр с позывным «Лютой». Это произошло во время выполнения одного из заданий. Тогда штурмовая группа противника пыталась просто покинуть зону боевых действий, поняв, что сопротивляться не способна. Барыня и Синица – это наиболее известные украинские спецоперации. Об успешном завершении первой Главное управление разведки Минобороны заявило в сентябре. Завербованный российский военный Даниил Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих Российской Федерации в плен несколькими партиями. Он активно сотрудничал с Силами безопасности обороны Украины с июня 2023 года. И когда была угроза жизни Алферова, его быстро забрали на украинскую территорию. Еще одну блистательную спецоперацию украинская разведка провела под кодовым названием «Синица». Хоть на нее был завербован российский пилот Максим Кузьминов, который перегнал из Российской Федерации ударный вертолет Ми-8 в Харьковскую область вместе с дополнительными запчастями. Он вместе с семьей сейчас находится в полной безопасности на украинской территории. Россия отправляет на войну даже многодетных отцов. Для этого российские воинские части скрывают информацию о реальном количестве детей, мобилизованных. В свою очередь, Украина готова отправить пленных российских многодетных отцов домой как можно скорее. В качестве инициативы доброй воли об этом сообщается на странице проекта «Хочу жить». В Ростовской области в части, когда у меня спрашивали, сколько детей, я сказал, что у меня четверо детей. Вот, и записали только одного из них. Сказали, что остальных не нужно. Ну, записали, они мне слили только одного ребенка данные, да. Я не видел детей уже три месяца. Хочу обратиться к Министерству обороны, чтобы меня вернули домой как многодетного отца к детям. Эту тему более подробно обсудим со спикером проекта «Хочу жить» Виталием Матвенко. Виталий, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Давайте сначала начнем со статистики, с цифр. Сколько человек на сегодняшний день уже сдалось в плен, сколько хочет. Активность, о которой мы очень образно уже сообщили, но сейчас от вас, как от спикера проекта, хочется услышать более подробно по состоянию на сегодняшний день. Ну, цифра, которую мы можем озвучить среди тех военнослужащих Российской Федерации, которые добровольно сдались в плен по нашему проекту, это 216 человек. Порядка 100 тысяч операций сейчас в горячей фазе. Это там и по одиночные случаи, и групповые случаи. За все время существования проекта на «Телефоны горячей линии», а также в социальные сети, такие как WhatsApp, Telegram, к нам обратилось более 27 тысяч как военнослужащих, так и их родственников. И посещение сайта более 48 миллионов, посещение из них 46 миллионов с территории Российской Федерации. В первую очередь, насколько увеличилась активность в целом и желание россиян сдаться в плен, либо убезопасить себя, но уже на территории Украины? Существует ли такая, знаете, статистика увеличения, тенденция? Да, существует. Благодаря главному управлению разведки Министерства обороны Украины таких операций, как «Синица» и «Барыня», количество обращений на «Телефоны горячей линии» у нас увеличилось. Собственно, после того, как стало публично известно про спецоперацию «Синица», на «Телефоны горячей линии» у нас увеличилось до 70% в сравнении с, скажем так, до оглашения результатов операции «Синица». Если в среднем у нас было 100 обращений в день, то после стало 170 в среднем. Также после того, как мы озвучили результаты операции «Барыня», которая также главного управления разведкой проводила, то количество обращений увеличивается. Россияне смотрят, россияне фильтруют, они понимают, что лучше вернуться домой живым, да, там, после войны, либо же в процессе обменов по их желанию. Главное, чтобы они сдавались по проекту «Хочу жить». Далее. Телеканал «Фридом» смотрит во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Мы лично это с Лейлой, в свою очередь, очень часто видим по фидбэку. Давайте сейчас моделируем ситуацию. Нас, знаю, прекрасно смотрит очень много и российских журналистов, так называемых пропагандистов и российских граждан, которые так или иначе выступают против войны, которую развязала Российская Федерация. Смоделируем ситуацию. Нас сейчас слушает российский потенциальный, будущий мобилизованный против своей воли. Ведь ему же нужно доказать, что это не обман, вот проект «Хочу жить». Это реальная возможность спасти свою жизнь от путинского режима, от этой мясорубки, которая происходит. Вот буквально несколько минут назад мы общались с гостем. Более пяти тысяч человек российских военных было убито в попытках взять под контроль Авдеевку. В итоге Авдеевка россиянами не взята, но пять тысяч мужчин не вернулись к своим семьям. Я не буду говорить, может, кто-то по своей воле шел, кто-то наоборот шел, потому что его заставили. Но все же, как вы можете дать гарантию того, что тот или иной россиянин, который захочет сдаться в плен, будет чувствовать себя в безопасности, в финансовом обеспечении, питании, медицине? Банально вот так. Но хочу сказать для начала. Когда к нам обращаются, либо на телефон в горячей линии, да, с ними общаются наши консультанты, либо же по мессенджеру с ними также переписываются, они получают всю необходимую информацию по проекту, подтверждение того, что это действительно государственный проект. Также нашими специалистами были созданы ряд социальных сетей, там YouTube, Facebook, TikTok, где мы размещаем всю необходимую информацию по проекту, где мы показываем, в каких условиях пребывают военные плены на территории Украины. Что согласно всех норм Женевских конвенций, они в таборе по-украински, скажем так. И возможность трехразового питания, там медицина, возможность играть в разные игры спортивные, возможность посещать церковь. Для мусульман есть отдельный, скажем, кабинет, где они могут молиться в нем. И возможность связываться с родными и близкими, возможность получать посылки до 20 килограмм. Они могут получать посылки, там сладости, сигареты, перчатки, разного такого рода. То бишь условия содержания в украинском плену на порядок выше, нежели те условия, в которых содержатся наши ребята, защитники и защитницы, которые находятся на территории так званой Российской Федерации. А те, кто к нам обращаются, как правило, это как раз таки те люди, которые понимают, что такое путинский режим, которые понимают, что они не хотят быть убитыми по приказу какого-то старого деда. Они хотят жить. Собственно, поэтому у нас и проект так называется «Хочу жить». Это проект нацелен на ту часть населения Российской Федерации, которая здравомыслит, которая прекрасно оценивает ситуацию, которая происходит в их стране, и что их руководство, их страны, сейчас какое горе принесло на территорию Украины. И много, чтобы им доказывать, что какие гарантии, уже не нужно. По началу проекта, да, с ними общались гораздо дольше, с родственниками военнослужащих Российской Федерации, потому что поначалу они боялись, думали, что это какой-то ФСБСный проект. Сейчас уже ситуация абсолютно другая. Проекту более года, и он набирает обороты, и информационно, и среди россиян, информация по проекту «Хочу жить», она расходится, она существует, она передается как и по сарафанному радио, так и рядом других способов для того, чтобы люди знали. В первую очередь, этот проект — это демонстрация того, чем мы отличаемся от россиян. Независимо от того, мы прекрасно понимаем, кто такие россияне, что Россия сделала, какое горе принесла нам. Что касается плена, они абсолютно в человеческих условиях. И лучше пересидеть в плену живым и здоровым и вернуться потом домой. Либо же, в зависимости от выбора этого военнопленного, остаться на территории Украины, просить политического убежища, либо часть некоторой страны Евросоюза, либо же он может долучиться до Легиона Свобода России, либо же РДК и уже с оружием в руках освобождать Россию от путинского режима. Тут право выбора есть. Несколько таких аспектов, о которых сейчас хотелось бы спросить и уточнить. Если мы говорим о тех, кто уже все-таки воспользовался действительно шансом, я назову это шансом, сберечь свою жизнь, это в основном те, кто уже, я прямым текстом говорю, зашел на территорию Украины и начал участвовать в военных действиях. Либо же это зачастую те, кто понимает, что будет мобилизованным, либо уже мобилизован, но еще даже не прибыл в час и находит пути возможности воспользоваться проектом «Хочу жизнь». Есть ли разница, я вот к чему веду, есть ли разница между теми, кто уже начал принимать участие в военных действиях и теми, кто еще находится на территории Российской Федерации? Либо же, в принципе, все могут воспользоваться проектом «Хочу жить» тем, кто потенциально может и начал, и может принимать участие в военных действиях? Проектом «Хочу жить» могут воспользоваться абсолютно все военнослужащие Российской Федерации, независимо, если он еще не на территории Украины, либо он уже на территории Украины. Естественно, что большую часть к нам обращаются те, которые мобилизованы, либо еще не мобилизованы. У нас есть понятие предварительная сдача в плен. Если человек понимает, что у него нет возможности избежать мобилизации, нет возможности избежать с территории Российской Федерации, и он будет по-любому мобилизован, он должен предварительно с нами связаться, запомнить анкету в чат-боте «Хочу жить». Это и есть предварительная сдача. Таким образом, такой человек заявляет, что он не желает воевать против Украины. И когда его уже мобилизуют и бросят на территорию Украины, он снова связывается с нами. И наши специалисты его уже ведут и отслеживают возможность проведения операций по безопасному выходу на территорию подконтрольной Украины. Те, которые служат, кадровые военные, и он осознает, что он дальше не хочет продолжать воевать, а лучше хочет встаться, также пользуется программой «Хочу жить». Обращается, он попадает в плен и будет в плену оформлен, как тот, который сдался во время боя в целях его безопасности. Если будет проведено ряд исследований, успел ли он сделать какие-то военные преступления против Украины и украинского народа. Если нет, это ему плюс, если да, то это ему минус, но там уже нюансы другие идут. Но самое главное, самое главное, проект «Хочу жить» может принять абсолютно всех военнослужащих Российской Федерации, которые не желают воевать. И пусть обращаются к нам в проект, сохраняют свою жизнь и возвращаются к своим родным и близким, живым и здоровым. Как раз, Виталий, вы абсолютно правильно поняли ракурс, к чему я вела, потому что мы прекрасно понимаем, что все-таки есть те, кто даже поучаствовав, но нанесли определенное зло и поучаствовали в этих злодеяниях. А есть те, кто еще, скажем так, не поучаствовал, но потенциально оказался в этом кругу тех, кто может это сделать. Поэтому спасибо, что так все-таки озвучили и охарактеризовали, чем отличаются фактически. И мы вас услышали в этом аспекте. Хочу вас спросить, если так случилось, что потенциально тот мобилизованный, либо же уже тот, кто на территории Украины, остался без каналов коммуникации. Такое тоже возможно. Скажем так, может ли кто-то из родственников связаться с проектом «Хочу жить»? Либо же это должен делать напрямую только тот мобилизованный, тот военнослужащий со стороны Российской Федерации, только он лично может связаться с координаторами проекта и может озвучить свое желание. Либо же все-таки при определенных обстоятельствах это могут быть и близкие родственники, супруга, например, я не знаю, мама. Но смотрите, здесь нюанс идет технологический, технический момент. Мы прекрасно понимаем, что война – это не кино, это не игры какие-то, это очень серьезные. Линия фронта – это не прогулочный такой маршрут. Естественно, если у такого мобилизованного либо военнослужащего нету связи, либо там забрали телефон, либо клушилки стоят, просто блокировка мобильной связи, ему нужно самому самостоятельно определить риски и возможность, допустим, отколваться от своей группы, либо же каким-то образом найти возможность, но связаться. Самостоятельно. Почему? Потому что его будут контролировать, вести и определять, где он находится для того, чтобы проработать план по безопасному его выходу, собственно. Возможность звонить родственникам предварительно, да, дополнительная информация, если родственник будет скидывать и говорить, что он там-то, там-то, в какое-то время был, там, день назад, либо полчаса, да, если… Но, с другой стороны, тогда откуда у таких родственников конкретная информация, где находится их родственник. Все, скажем так, все операции, все вещи эти, они очень индивидуальны, и с каждым военнослужащим Российской Федерации подобное прорабатывается индивидуально и отдельно. Нету такого, что есть какая-то калька, по которой там лекало, по которому мы все следуем. Нет. Наша главная задача, коль мы говорим о том, что они могут спасти свою жизнь, мы также несем определенную ответственность за них. В момент, когда они уже переходят на нашу территорию, все то, все те процессы, которые с ними там происходят на их территории подконтрольной, да, в их там части, где они там находятся, на линии фронта, предварительно наши специалисты с ними общаются и готовят, как они должны действовать, как они должны реагировать на те или иные ситуации. К примеру, у Алферова была ситуация такова, что ему нужно было выходить. До того, как он вышел сам, он смог спасти 11 человек. Он убедил 11 человек, что лучше спасти свою жизнь, чем быть убитыми своими же, собственно, своим же командованием. Уровень доверия солдат и офицеров в российской армии очень низкий. У них морально-психологический стан очень, состояние, прошу прощения, очень низкое, потому что очень такая мощная, типа, вертикаль власти у них идет и даже к младшему составу офицерскому отношению очень плохое. И благодаря этому Алферов смог убедить 11 своих сослуживцев о том, что лучше сохранить свою жизнь. И здесь было проработано несколько этапов, там выходило по 4-4 и 3 человека. И под конец, когда было понятно, что пора уже выводить его, и он также вышел, что не может не радовать. Я лично с ним общался, это очень интересный, образованный человек. Не стоит забывать, что это кадровый, военный. И он сделал очень хорошее дело. Вы говорите, еще несколько аспектов, с вашего позволения, успеем обсудить, и хотелось бы, что берете, ну, ответственность, да, фактически, инициаторы и те, кто на сегодняшний день как раз занимается проектом, ответственность фактически за тех военнослужащих Российской Федерации, которые сдаются в плен. И говорите о том, что, ну, вот, да, идеология такова, что вы сдаетесь в плен, не участвуете в военных действиях, потом возвращаетесь на территорию Российской Федерации, потому что, ну, понятно, к своим семьям. А хочу вас спросить, ну, не то, что понятно, что какие гарантии, я не буду так спрашивать, но все же, а что гарантирует таким военнослужащим, что по возвращению на территорию Российской Федерации, и их фактически не будет обвинено, там, в дезертирстве, что их не будет, они не будут объявлены уклонистами. Я говорю о том, что дает им гарантию того, что это будет тайна того, что они сдались в плен. Я вот об этом хочу узнать у вас. Все, кто сдаются по проекту, хочу говорить, оформляются украинской стороной, как те, которые сдались, были взяты в плен во время боя. Это есть гарантия в случае, если они будут возвращены на территорию Российской Федерации, чтобы не было в них преследований со стороны правоохранительных органов, ну и дополнительно сохраняются все необходимые выплаты согласно их законодательству для военнослужащих. Параллельно, естественно, с ними проводится ряд работ, как себя нужно вести по возвращению на территорию Российской Федерации. К слову, могу сказать следующее, что среди тех, кто сдался по проекту и пожелал вернуться домой, они были возвращены по программе обменов между военнопленными. И, насколько нам известно, у них все хорошо, они с родственниками и никаких проблем у них нет. Тот, кто не желает возвращаться, он будет находиться в украинском плену до завершения военных действий. Тот, кто захочет остаться на территории Украины после завершения военных действий, а возможно даже, если сейчас механизмы, если такое желание изъявляет, чтобы семья тоже перебралась на территорию Украины, переехала, возможно ли это делать во время его пребывания, как вот вы сказали, в таборе, в лагерях, да? Есть ли возможность такого процесса перемещения тогда с территории Российской Федерации членов семьи на территорию Украины? Либо же, скажем, это тоже процессы, которые возможны уже, скажем так, по окончанию? Ну, это процессы, на которые мы работаем. Просто перевести семью с территории Российской Федерации во время войны достаточно сложно. То бишь, это нам необходимы дополнительные ресурсы, дополнительные, собственно, операции. Если они самостоятельно смогут заехать на территорию Украины по тем пунктам пропуска, где это возможно, то, я думаю, это, наверное, возможно, и они могут приехать, попроситься, встретиться со своими родными и близкими, военнопленным, да, собственно, в лагере для военнопленных. И даже, более того, если они будут приезжать, то дополнительно это будет и стимул для обменов. Тогда два очень коротких вопроса. Вопрос обмена. Те, кто сдается, да, исходя из проекта «Хочу жить», используя его, и те, кто попадает во время боевых действий, они в вопросе обмена идут на, ну, соответственно, по общим правилам, да, и попадают в списки тоже? Либо же тоже есть, ну, скажем так, какой-то для них, извините, что я говорю, на какой-то определенный бонус? Либо же нет для того, чтобы это все-таки гарантировать определенные вопросы секретности данного процесса, все-таки идут на общих началах и на общих таких правилах? Все? Вы, собственно, в своем вопросе дали же и ответ в конце. Они идут все как по одному образцу, да, по одному в этом плане. То есть нет такого, что тот, кто сдался по проекту «Хочу жить», у него какая-то другая процедура обмена. Нет, все идут абсолютно одинаково. Ну, и это дополнительная безопасность, да, и, в принципе, зачем что-то как-то их выделять в этом плане? Нет смысла. Самое главное – это их же безопасность. Если тот военнопленный, который сдался по проекту «Хочу жить», говорит, что он хочет вернуться домой, и он попадает в списки на обмен, да, в обменный фонд. Более правильно говорить, в обменный фонд он попадает. Когда будет обмен, там, тот или иной, независимо по времени, его будет внесено в этот обмен, и он вернется к себе на родину. Спасибо, спасибо вам огромное за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Очень важная информация. Напомню, Виталий Матвиенко, спикер проекта «Хочу жить» был на прямой связи с нашей студией. И на завершение этой темы прямо сейчас покажем информационную графику для вас, наши зрители, и где здесь указаны номера телефонов горячих линий. Абсолютно каждый разговор, он защищен. Связаться можно также через чат-бот «Хочу жить». Вы прямо сейчас видите все актуальные ссылки. Напомню, что «Хочу жить» – это государственный проект координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Он создан для военнослужащей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь по добровольной сдаче в плен. Номера телефонов видите, можно звонить через Телеграм и через WhatsApp, защищенные социальные сети для разговоров, и также чат-бот «Хочу жить». Переписывайте прямо сейчас эти номера телефонов, если же не успели, на YouTube-канале телеканала «Фридом». Вы спокойно сможете найти этот материал, все эти контакты. Пожалуйста, всю информацию вышеуказанную вы услышали от спикера проекта «Хочу жить». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!